Девушки отдыхают Другие говорят, я не хочу узнать волю Божию, потому что это может помешать моим планам, или Бог может попросить меня сделать то, что не хочу сделать, поэтому лучше не копаться. Я бы хотел пролить свет на все вопросы, которые, возможно, есть в вашем сердце, и обратить ваше внимание на несколько факторов. Первое, о чем я хотел бы поговорить, это то, что нам нужно интересоваться волей Божией не только ради принятия больших решений. Иногда люди хотят узнать волю Божию только касательно глобальных жизненных направлений. Например, брак или переезд в другую страну, но когда речь идет о менее глобальных решениях, их не волнует воля Божия. Бог не желает, чтобы мы обращались к Нему только ради больших жизненных решений. Господь желает по-настоящему быть частью нашей жизни. Он желает быть нашим главным приоритетом и ценностью для нас. Он желает быть для нас необходимым. Он желает вести нас даже в самых мелких решениях. Важно отметить, что Иисус не только исполнял волю Божию, но Он прежде всего любил волю Своего Отца. Он сказал, что Его пища — это творить волю Отца и Господа. Он также сказал в молитве «Отче наш, Сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Эта часть была приоритетом в Его молитве. Данная молитва — самая известная, универсальная молитва. Теперь, если мы хотим узнать волю Божию, мы должны задать себе вопрос, желаю ли я исполнить ее? Я желаю любить и жаждать ее, так как люблю то, что любит Бог. Я желаю делать то, что угодно Богу. Итак, согласен ли я исполнять волю Божию? Иногда люди ищут волю Божию, но не готовы исполнить ее, потому что не хотят оставить путь, который, возможно, не является правильным, и потому что зря думают, что то, о чем Бог попросит, будет стоить им слишком много. Хочу сказать, что воля Божия никогда не будет стоить слишком много. Наоборот, не исполнение воли Божией приведет нас к путям, которые заставят нас терять время, быть менее продуктивными и полезными. Они выводят нас из Его воли и также отдаляют нас от Его благословений и помазания. Итак, мы должны любить волю Божию, как Иисус любил волю Отца, но также должны согласиться исполнить ее. Бог всегда будет давать вам силу исполнить Его волю. Воля Божия будет дана и открыта вам вместе с силой, которую Он даст вам для ее исполнения. И это невероятно. Бог обещает всегда вести нас. Нам не нужно ни о чем беспокоиться. Он говорит, вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить себя, око мое, над тобою. Он ведет, как отец, ведет своих детей, как пастух ведет стадо. У Бога такая природа, что Он будет вести нас, что бы ни было. Он даст нам понять свой путь и свою волю. А теперь несколько слов о выборе воли Божьей. Для начала важно знать, что в Слове Божьем, то есть в Библии, освящены все жизненные темы. Библия указания за указанием направляет нас. Конечно, нам нужно избавиться от суеверий. Некоторые открывают Библию и просят Господь «Говори со мной». И кладут палец на первый попавшийся стих. Они позволяют себе быть водимыми случайностью. Давайте отдалимся от подобных путей, когда мы ищем случайного или даже почти суеверного водительства. Будем просто людьми, которые соблюдают Слово Божие, в постоянстве читают Его и ищут ежедневно исполнять волю Божию. Не будем искать ненужного. Будем ежедневно водимы Богом, ориентируясь на свет, который дает Его Слово. Далее, важно, чтобы вы всегда слушали Духа Святого. Вы, будучи христианином, имеете Духа Святого, который касается вас, дает вам чуткость и направляет вас. Он дает побуждение, к которому нужно прислушиваться. Дух Святой пробуждает нашу совесть, и мы начинаем понимать определенные вещи. Это понимание может быть указанием Господа, который, находясь в единстве с нами, говорит, «Не ходи по этому пути, не начинай этот проект». Или наоборот, у нас мир на сердце, который позволяет нам начать проект, принять решение. Божий мир — это дар Божий, который превосходит все наши вопросы, все наши «за» и «против». Божий мир опускается на нас и является признаком его одобрения. Затем нужно посмотреть еще несколько моментов, например, обстоятельства. В какой-то момент обстоятельства должны открываться для исполнения воли Божьей. Вы не должны форсировать события и двинуться против стены, которая поднимается между вами и вашим желаемым выбором. Не форсируйте события, если вы молились и искали Бога. Возможно, это признак того, что нужно оставить этот путь. Возможно, дверь еще закрыта на данный момент. Вы можете также попросить с подтверждением. Бог не против этого. Попросите подтверждения. Участвуйте в церковных собраниях и ожидайте, что Бог так или иначе поговорит с вами. Бог знает, как говорить с вами. Я мог бы вам рассказать много историй о том, как Бог во время богослужения очень точно отвечал на вопросы, которые люди задавали себе еще до его начала. Они получили точный ответ. Хочу завершить следующими словами. Если вам, несмотря на все эти факторы, сложно разобраться в воле Божьей, у вас есть братья и сестры во Христе, наставники, к которым вы можете обратиться. Это духовные люди, у которых есть опыт, и они действительно могут дать вам хороший совет. Рекомендую, чтобы вы к ним обращались за советом, когда это необходимо. Я надеюсь, что эти указания на тему воли Божьей помогли вам, и я молюсь, чтобы Бог обязательно благословил вас. Не форсируйте события, а лучше доверяйтесь Богу. И сделайте это в простоте сердцем. Радуйтесь тому, что вы можете все целы и полностью войти в волю Божию на вашу жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...